Привет, мальчики, девочки, дамы и господа, наша парфюмерная дружина. Спонсор сегодняшнего ролика магазин Рандеву и в честь нашего сотрудничества с ним. Публикую свой именной промо-код в описании. Сначала вы проходите по ссылочке, которая в описании, затем куда угодно набираете товар, применяете мой промо-код и получаете скидку 10%. Уже, в общем, эта скидка плюсуется ко всем акциям и скидкам, которые уже проходят на сайте Рандеву. Покупка должна быть у 2500 рублей, бренд исключения Махкантюан Багуа. Приятнейших вам приобретений. Сейчас там снова какая-то волна скидок, так что поспешите. Дягилев, например, из предыдущего обзора моего чуть ли тысяч на 10 подешевел. И уж точно стоит дешевле, чем цена этого Дягилева на официальном сайте Роджи в фунтах. Так что проверяйте, может, кому надо. Итак, сегодня у нас обзор достаточно интересного, достаточно шток. Вот, да, хочет поздороваться, Гагуся. Скажи про это, ребята, Гагарин. Скажи, ничего не скажу. Я уже, скажи, вечерний Гагарин, поэтому буду сидеть тут, вынюхивать, носом своим, хвостиком своим махать. Только не смахни флакон, пожалуйста. Между мной и планшетом по классике прям. Это мы обожаем. В общем, обзор такого вот аромата интересненького. Lancome Miracle Om. То есть в переводе чудо. Для мужчин. Потому что есть еще женские, причем много фланкеров. Как-то все у меня до него руки не доходили, потому что он такой с одной стороны и вроде в каком-то смысле знаковый, а с другой стороны не такой какой-то неуловимый. Сейчас поясню, о чем я. Почему знаковый? Ну, конечно, потому что бренд Lancome, ребятки. Извините. Культовый. Никуда не денешься. И, конечно же, парфюмер. Очень, ну, легендарный, я бы уже даже, наверное, сказал. Это Франсис Кюрчан. Наш любимый, ваш любимый. Который все никак не разродится для дома Диор что-нибудь сделать. Да, Гагарин? Вот, Гагарин согласен. И при всем при том, аромат не стал каким-то мега-супер-мега-хитом. Ну, как мне кажется. То есть за ним... Про него редко очень вспоминают. Вот у нас в Телеграм-группе, в нашей парфюмерной дружине, в первом закрепленном комментарии, ссылке. Там общаются. Ну, есть какие-то хитовые парфюмы. Даже тот же Диор Саваж, который многие так ненавидят, да, парфюмоньяки. И то о нем каждый божий день. Вспоминают. Кто-то ругается, кто-то хвалит. Споры бесконечные и так далее. А этот как-то вот, ну, как будто мимо... Как будто по касательной прошел, и его сняли с производства. Да, сейчас кто-то из вас опять мне напишет. Чего ты все эти свои тухляки снятости машешь перед экраном? Показывай то, что в Литуале продается. А вот нетушки. Сняли, причем несколько лет назад. Хорошенечко так, несколько лет. Как бы лет, наверное, 10 плюс назад его сняли. Сам аромат выпущен в 2001 году, то есть он, как слово от Ланкома, ознаменовал собой наступление нового тысячелетия, получается. Аромат уже нового тысячелетия. Я думаю, что, ну, какие-то коды Францис Кюркджан, ну, пытался зашифровать. Вот как должен пахнуть мужчина нового тысячелетия. Допустим, у Диор в 2001 вышел Хайр. Ну, который тоже, кстати, хоть и не снят до сих пор, но тоже, как мне кажется, суперхитом не стал. Но несмотря, хит, не хит. Знаете, я не жалею, что данный аромат есть в моей коллекции. Потому что он, он очень приятный, он очень классный. И как ни крути, каким бы он ни был, все равно это школа, хорошая школа старого такого люкса. Вот 90-х и начало нулевых, я бы сказал. И про флакон сразу, ребят. Это флакон не, ну, как бы не совсем стандартный. 75 миллилитров. Потому что изначально, изначально данный аромат шел точно в 50 миллилитров. В таких плоских бутылочках, ну, более широких и плоских. И, по-моему, то ли 100, то ли 125 миллилитров побольше бутылочки. Тоже плоские. А вот этот нестандартный объем, не туда, не сюда, 75 миллилитров, это, по-моему, уже ланком стали делать эритаж у них линейка или как. То есть они все, множество своих старых ароматов. И вот, получается, и относительно новых они заключили вот в такие типовые флакончики 75 миллилитров. И перевыпустили очень много того, что уже в других форматах не выпускается. Вот, наверное, было так, что сначала Миракль этот был 50 и 125 миллилитров. Плоские, широкие флаконы. Ну, я покажу сейчас, кстати, какие флаконы. Покажу на примере фланкера. Немножечко тоже речь будет идти о фланкере. Вот такие вот. И причем интересные, видите, какого... То есть неправильный параллелепипед, это такой вот, причем не просто со скошенными, это не просто пирамидка такая, да, или как назвать, а вот все еще с округлостями, с обогнутыми, вогнутостями выгнут. Короче, вы поняли, да? В пуклости и выпуклости. Вот в таком маленьком 50 был, и вот этот 125 фланкер, и вот в таком 125 был. А теперь... То есть у меня какой-то даже относительно коллекционный, я бы сказал, вариант, потому что очень мало где такой можно было встретить, а сейчас, по-моему, ну... Ну, снят аромат, снят. И все. Итак, давайте нанесем его, нанесем. Это вот, видели, маленькая капелюшка, как будто вот, ну, почти холостой пшик. На самом деле он просто у меня давно стоял. Чуть-чуть потухшись, легкая такая, не будь я парфманьяком, я бы и не заметил даже. Легкая уже вот, которая сейчас даже не чувствуется, потому что аромат, во-первых, восточный, во-вторых, ну, такой люксовый, без всяких, знаете, без использования там слез девственниц, собранных на заре сердцем на восток. Вот. И перья в полярной совы, то есть ингредиенты такие махровые, которые, ну... Не так-то легко им протухнуть. И вот мне всегда сложно было описать, чем он пахнет. Однозначно он древесно-сладко-кленово-терпковатый, терпковатый, даже не знаю. Какая-то нежная сладкая древесность для меня в данном аромате. Давайте, кстати, я с удовольствием, вот с огромным удовольствием, когда говорю с огромным, то так и есть нанесу его на себя, потому что давно не носил, потому что, ну, блин, ну классный. Вот сейчас на руку нанес, даже вам можно попарить шиков, потому что... Ммм, как в нос. Ой, густой, загустел он у меня. Красавчик. Видите, мало я его, конечно, пользовался, знаюсь. Ой. Ну, несет в себе он коды, да, именно люксовых ароматов. То есть здесь я не буду говорить, что пахнет он по-нишевому. И причем люксовых ароматов тех лет. То есть он не то, что не современный, но какие-то такие вот вайбы. Мне почему-то вспоминается общий аромат в зале Литуаль, допустим, или Ревгош. Вот тех вот еще лет. Смешанный, как ДНК такая. Усредненная ДНК парфюмов, которые в те времена продавались. Невероятно сложно мне его разложить на ноты. Даже зная ноты, я сейчас стараюсь абстрагироваться, я не хочу вам врать. Вот сладковато, древесно. Почему-то кленовый, знаете, потому что я кленовый сироп, я его люблю. Я его несколько раз в жизни пробовал. Я все планировал купить, какой-то жбанчик такой какой-то на ebay. Вот можно было нормальный такой настоящий купить. Не из жженого сахара сделаны, как часто. Ну, такие, знаете, как сыр с заменителями молочного жира продают, который не сыр. Масло сливочное с растительными жирами, которое и не сливочное. И кленовые сиропы у нас в России сложно купить, чтобы они были прям трушные. А я именно трушный, канадский, ел такой, все хотел заказать. Но слушайте, доставка дорогая, потому что вот эти вот банки тяжелые, там 2 литра, 3 литра. И так не это, и не заказал. Ну, короче, для меня этот аромат, вот этот, Миракль, мужской, пахнет кленовым сиропом. Сладость такая хорошая. Вот, да, терпкость все-таки, знаете, чем еще пахнет? Вот сейчас скажу странную такую вещь. По-моему, в нотрах этого нет. Мне пахнет грецким орехом. Вот эта терпкость, она грецко-ореховая, ореховая какая-то. Тоже, вот опять же, слегка сладковато, слегка древесновато, как вот эти вот скорлупки от грецких орехов пахнут, да. Но я не знаю, я просто все люблю нюхать. Я их нюхал, потому что я из них в детстве делали мы украшения на елку. Наше такое детство, совершенно не богатое, когда не было завала этих елочных игрушек. И мы все мастерили. Короче, орех грецкий, конечно, мы съедали. Как целый-то можно было повесить? Вы что? Это же дефицит, между прочим, были орехи грецкие. И вот мы их, значит, съедали, потом эти скорлупки склеивали, причем каким-то канцелярским клеем обыкновенным. Можно было что-то, ну, сюрпризик, секретик внутрь положить. Короче, фишка, что их мы обклеивали фольгой. Разноцветной причем. Это было интересно всегда сделать узор какой-то. И вот на елку вешали. Поэтому я... А я все нюхал, все. И вот для меня кленовый сироп, грецкий орех. Блин, и почему-то я вот эти... Почему-то оранжевый цвет и осенний кленовый аллеи у меня представляется. Потому что он какой-то, знаете, меланхоличный, какой-то такой вот осенний. Для меня он имеет осеннее золото, осеннее настроение. Вот так вот. Ну, это мой вот такой взгляд. Попробуйте, поймите, как он пахнет. Сладкий. Ну, наверное, не по-послепательный. Но я толерантен к сладкому. Поэтому для вас, может быть, и будет чересчур. Ну, значит, читаю теперь, что пишут про него. Группа «Древесные пряны». Выпущен, как я сказал, в 2001 год. Парфюмер. Понятно. Верхние ноты. Красный перец и дубовый мох. Опаньки. Представляете, дубовый мох в верхних нотах. Так еще не исключено, что в 2001 году дубовый мох был натуральный. И фража его сильно-сильно подщикала в... В 2010 году только. Так что вот. Интересно, да? Обычно дубовый мох, ну, по классике. Он в базе. Средние ноты. Кофе. Вот многие прям кофе слышат. Я вот хоть убейся. Блин, не знаю. Хотя вот, может, сейчас ближе к базе. Вот так вот, если унюхиваться, что-то может быть такое кофейное. Но, опять же, три в одном. Пейте кофе, медвежонок. Такое, ну, знаете, типа со сливками. Вот такое вот. С сахаром. Опять же, да, с сахаром. Когда вдыхаешь, тут мысли о сахаре вообще не оставляют. Кстати, что-то сейчас ролик досниму и сделаю себе три в одном. Не три в одном, но кофе. Кофе, кедр и розовое дерево, значит. А базовые, клён тот самый, да. Ветивер, гвояк и махагоний. Махагоний это деревяшка такая. Это красное дерево, по-моему. Ну, аккорд, по крайней мере. Я не думаю, что здесь натуральные какие-то, да, красно-деревянные штуки. Абсолюты какие-то. И вот, понимаете, чё? Ничего даже близко грецко-орехового нет. Никакого перца я тут не чувствую, никакого дубового мха я тут не чувствую. Розовое дерево, вот да, возможно. Такой мягкое, мягкий, тёплый аромат дерева. А вот это может быть и розовое. Я, потому что уже занюхал Диор Ут Роузвуд. Я его распечатал. Помните, у меня был? Я его так отставил в сторонку. Ну, вот Ут Роузвуд. Розовое дерево, собственно. И очень такая мягкая, тёплая, сладковатая деревяшка как раз. Там мною обнаружено было. Вот клён, да, клён явно. Клён, грецкий орех, вот это есть. Заметьте, никаких цитрусов, вот, чем примечателен аромат. Никаких таких экивоков цитрусовых. Даже, даже не пытается в старте. Старт какой-то, ну, может быть и красный перец в старте. Но чем пахнет красный перец? Мне вот всегда сложно вычленить его в ароматах. Витивер, опять же. Гвояк. Ну, гвояк, возможно. Это дымный такой аромат. Дымная деревяшка. Гвояковое дерево с дымными аспектами. Ну, то есть аромат ни в коей мере не дымный. Но что-то такое на вот для... Оттеночное вполне. Ну, в общем. Ни одной ноты бы я отсюда, наверное, не угадал бы, кроме клёна. И хочу сразу про фланкер его сказать. То есть аромат не совсем проходняк был, если выпустили фланкер. По-моему, в 2003 году он вышел. И у меня есть отдельный обзор на него. Я его горячейший, горячейший. Я его рекомендовал. Вот фланкер обожаю. Он прям клёвый-клёвый. Потому что он вот как цвет у него зелёный. И название акватоник. Ну, то есть... Водный тоник, да, какой-то. И действительно он освежает. Ну, в старте, по крайней мере, такой свежее. Он не то, что освежает, а он... В нём столько зелени цветущий, летний, такой свеже нашинкованный, нарезанный там. Вот сейчас нанесу его. Очень. Ну, то есть... Ой, прям. Отличается достаточно. Здесь, по-моему, папоротник. Папоротник, цитрусы обязательно. То есть в оригинале у папы нет цитрусов, а здесь они есть. Плюс папоротник, плюс ревень, по-моему. То есть вот всё такое. И, значит, он так щекочет ноздри. Он такой игривый, такой классный. Он прям ля класс. Прям чувствуется, что порода. Он очень породисто звучит и не похож ни на кого. Вот этот оригинал, он более спокойный, более такой сдержанный. И, может быть, вы найдёте там какие-то ароматы, с кем он перекликается. А вот фланкер, ну, блин, отличается очень заметно. Зелёно-цитрусовые аспекты, они великолепны. Ради них только стоит данный аромат у себя иметь в коллекции. И я вам кричал, я вам кричал чайкой. Ребята, бегите, пока он по две тысячи за 125 миллилитров в интернет-магазинах. Бегите и скупайте. Я, как всегда, мало кто послушал. И сейчас он стоит 10. Такой аромат за несколько лет в пять раз подорожал. Я думаю, вряд ли вы такие найдёте. Но он изначально был, конечно, по хорошей такой цене. Две тысячи-то, конечно, очень прям. Ну и вот. И, короче, потом, дальше, ближе к базе, фланкер, его звучание ближе становится к папе. Но всё равно они разные. Всё равно этот гуще, как бы более серьёзный какой-то, более древесный. А этот такой... И, короче, и при этом, и свежий здесь. И при этом он, вот, вопреки трендам уж точно нулевых, и десятых тоже даже годов, этот фланкер для акватоники, он не есть разбавленная версия папы. Вот по трендам, потому что было... Берёшь папу, добавляешь туда цитрусов, насыпаешь, немножко размываешь базу, делаешь более таким летучим, менее стойким, вуаля, фланкер готов. Сколько их было, не счесть. Вот. Здесь по-другому. Здесь он стоит на своём, своё лицо имеет. Да, какие-то переклички есть, но не более. И стойкий, и шлейфовый. Вот так. Но, единственное, он к погоде привязан. Он лучше всего в тепле звучит, да. Вот эта вся зелень вылазит. Всё то, что делает его супер кайфовым. Вот. И если, конечно, выбирать папа или фланкер, я бы выбрал фланкер. Он для меня интереснее однозначно. Но этот такой вот... И я купил даже себе дубль. Я-то умный был. Я-то тогда ещё купил. А этого бы не стал дубль покупать. И у меня, ну вот он стоит для референса, для того, чтобы вам ролик снять данный. Для того, чтобы иногда пшикнуться. И он какой-то такой вот. Какой-то с какими вот... Я уже сказал, осенние аллеи, жёлтые листья и какие-то ностальгические, что ли, нотки. Вот вайб какой-то такой в нём есть. Но вообще, наверное, Францис Кюрджан, он, ну, наверное, не мог сделать каку совсем, да. Тем более для Ланком. Будем из этого исходить. Ну, не шедевр. Вот так. Такой мой вердикт. А вот, а вот этот для акватоний, блин, они прям на контрасте. Вот сейчас бы, вообще бы ничего общего между ними я не нашёл. Надеюсь, ребятки, данный обзор был вам полезен. Оцените как-нибудь его. Не забываем подписываться в наше телеграм-сообщество. Это и Пашко Пашко чат, где можно обсудить все вопросы, касаемые парфюмерии. Не только. Это и Пашко Парпарохолка, где вы можете выгодно купить и продать ароматы. И Пашко скидки, где самые лучшие, самые горячие скидки на ароматы мы постим. И также группа Антифейк, где мы вычисляем нечестных продавцов. И там можно выяснить, оригинальный ли флакон у вас на фотке. Затем я прощаюсь с вами и до новых скорых встреч. Да, Гагуся? Как говорят? Да, пока. Субтитры сделал DimaTorzok